Приветствую вас! И у стадии личности, у стадии развития личности, становления личности существует такой этап, когда человек не разделяет такое понятие, такие категории, как я и мы, и он чужие потребности как бы проецирует на себя. Это называется ретроспекция, то есть человек, который зависит от чужого мнения, является ретроспективной личностью, можно сказать так. Естественно, причина такой зависимости в том, что у данного человека отсутствуют свои собственные свойства, собственные побуждения, собственное мнение, собственные взгляды, ценностей, мысли, идеалы и стремления. Отсутствует свое, беру у других. Раз беру у других, значит зависим от другого. Как, возможно, перестать думать о том, что подумают же люди, и ответ на этот вопрос заключается в том, чтобы, во-первых, развиваться в себе самодостаточностью, для этого необходимо пребывать в уединении, определять свой собственный реал, свою собственную область безраздельного хозяйствования, то есть там, где человек сам себе хозяин и делает только то, что он хочет, это очень важно. И, собственно говоря, попытка, знаете как, чтобы перестать волноваться от чужим мнением, необходимо давать оценку другим людям, другим мнениям. Просто основным способом узнать, что человек думает, это попросить его рассказать о других. Вот просто нажать рассказывать о других, давать оценку другим, высказывать мнение про других. Вот с этого можно начинать. Когда рассказываешь о других, волей-неволей выделяешь какие-то свойства других, обращаешь внимание на какие-то поступки других, больше заостряешь его на некоторых аспектах жизни других людей. И вот это-то как раз и является, собственно, личностным. Это нужно выявить, взять в себе, понять, что это мое, что когда я говорю про других и то, на что я заостряю внимание, это мое, и стараться вот это развивать в себе. Тем самым, собственно говоря, переставая быть зависимым от мнения других людей. Параллельно с этим следует ставить перед собой уже самостоятельные цели, которые могут проистекать из желаний, образующихся во время накаждения наедине с собой. И добивание результатов, достижения результатов. Покажет человеку, что он может сам чего-то добиться, покажет человеку, что он сам чего-то стоит, и постепенно-постепенно произойдет автономия личности от социального мнения. Ну и неплохо бы понять, что общество само по себе всегда стремится человека подчинить. Неплохо бы понять, что у общества есть свои интересы, и эти интересы продиктованы инстинктами общественными, такими как сохранение жизни, продолжение рода, и страх перед любым индивидуализированным поведением. То есть общество неприемлемо, когда кто-то поступает не так, как принято в обществе, потому что боится, что его члены будут поступать так же. А люди, члены общества, не любят, когда кто-то поступает не так, как они, потому что им становится завидно и страшно. А вдруг тот, кто поступает не так, как я, поступает лучше и правильнее, и получит больше, чем имею я. И люди всегда будут стремиться вернуть такого человека в свои рябьи, или целиком и полностью вытолкнуть его за пределы этого общества. Понимание этого обеспечит человеку осознание причин, по которым он, собственно говоря, зависит от мнения людей. Зависимость от общественного мнения является одним из интересов общества, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.